Братья и сестры, сегодня выходной, и я думаю, что эта история преступления для меня вообще, она произвела на меня впечатление, потому что, знаете, есть преступления, которые очень жестокие, кровавые, но проходят незаметно и не затрагивают ничьи души. Но бывают преступления, которые совершаются и становятся легендой. Легендой преступления. И в определенное время люди даже не начинают осуждать это, особенно молодежь, преступления. То есть молодежь может даже знать, что это преступление, это плохо, но мечтать совершить это преступление. Мечтать совершить это преступление так, как совершил его какой-то герой. И неожиданные герои на авансцену выходят, которые эти преступления делают и делают их так, даже неосознанно становясь легендой, неизвестной. И вот эта история, которую я вам расскажу, она меня потрясла тем, что я слышал, и вы, наверное, слышали об этой истории, это история о Дэнни Купере. Ну, Дэн Купер, это не его фамилия, это имя, по которому он сел в самолет. Так вот, однажды молодой человек поднялся на борт самолета, сел в него и фактически его захватил, потому что у него был чемодан, в котором была подделка под взрывчатку. Он показал эту подделку под взрывчатку стюардессе, вот, она прочитала, увидела это, поняла, что самолет в опасности и пассажира, и он говорит, что я взорву это, если вы не будете выполнять мои требования. После чего она обратилась к летчикам, летчики связались с землей, те сказали идти, значит, сохранять самолеты жизни людей. Он потребовал приземлиться и потребовал 200 тысяч долларов. Это было в 1971 году. Он потребовал 200 тысяч долларов, по тем временам это огромная сумма, можно, наверное, даже сравнить с миллионом, а то и двумя. Вот, ему принесли эти 200 миллионов, ой, 200 тысяч долларов, после чего он закомандовал, чтобы самолет взлетел, пассажиров он всех отпустил. Скажу, что в этом преступлении не было ни одной жертвы. После чего он попросил летчиков, какое-то время они летели, он попросил снизить полет там до 2000 метров, одел парашют, который ему принесли вместе с деньгами, и выпрыгнул. Выпрыгнул и исчез. И вот, чем интересно это преступление, я вам сейчас расскажу, потому что оно меня почему-то вернуло, не поверите, в Днепропетровск в 85-й год. Днепропетровск в 85-й год, казалось бы, что может связывать? А вот, знакомясь с этим преступлением, вышел замечательный документальный фильм. Оказывается, ФБР искала этого преступника на протяжении 50 лет. И найти его не могли. Его искали, особенно был большой интерес в первые дни, когда он похитил этот самолет и забрал эти 200 тысяч долларов. Он исчез в никуда. Это было идеальное ограбление. То есть человек сел в самолет, забрал 200 тысяч, выпрыгнул с парашютом и исчез. Все. Нет. Его искали, примерное положение, где он выпрыгнул, знали. Но ничего не удалось найти. И вот я с удивлением обнаружил. И для меня просто открылся мир в том плане, как он связан забавно. Как связаны времена, деньги, преступления, культура того времени. А в то время культура была весьма интересная. Бунтарский дух царствовал над землей. Молодежь бунтовала, ей не хватало денег. Это от 70-х до 80-х годов. Это то время, которое и нас задело советских детей. Я всегда говорил о том, что после 72-го, 73-го года в основном на свет появлялись дети депрессивные. Потому что они уже вырастали в депрессивных семьях. Но как ведут себя такие дети? Они, вот в Америке, они творили музыку. Они творили музыку. И интересно, что я вдруг услышал вот эту песню, которую я не знал, но она связана вместе со мной. Называется «Бобби бегут». Это я так ее всегда считал. Почему я запомнил эту «Бобби бегут» не по фильму, из фильма. А вы эту песню знаете, потому что она звучала в фильме «Назад в будущее». Там, где Марти появляется из будущего в своем прошлом. И на школьном балу играет мелодию. Он играет как раз Джонни Бегут. Я почему ее воспринимал, как Джонни Бегут? Потому что в свое время в Днепропетровском ресторане был такой ресторан «Поплавок». В этом ресторане я праздновал окончание университета. Мы со студентами позволили себе. Денег у нас особо не было, но мы отправились в этот ресторан. Он был такой знаковый в Днепропетровске. Он стоял на воде, такой круглый ресторан. И там играл ансамбль. И мы когда выпили, начали заказывать бесконечно музыку. И мы все время заказывали этого Джонни Бегут. 85-й год. Мой выпускной. Оказывается, я сейчас посмотрел, мы забываем многое, что оказывается «Назад в будущее» как раз вышел тоже в 1985 году. То есть связано это также и с перестройкой. Вот эти бунтарские мелодии начали буквально вливаться нас. И вот в том ресторане мы заказывали. Мы именно так и заказывали. Я хорошо запомнил, не помню, рубль или два стоил заказ этой песни. «Бобби Бегут». И вот «Бобби Бегут» у меня врезалась в память. И вот только спустя 50 лет, он сейчас уже больше 50 лет, сидя в Америке, уже лучше понимая Америку, я тут знакомлюсь с всякой документалкой, то, что меня интересует. И я вдруг нарываюсь на вот этот вот рассказ о человеке, который и есть, и рассказывает свою историю о том, и показывает о том, что с ним случилось вот с тем человеком, которого они нашли. То есть и вы будете поражены, потому что этот человек, оказывается, живет в трейлере, в ужасном состоянии, ему там уже за 80, в одиночестве. Он там причем ввязался в какую-то поножовщину, пырнул ножом своего соседа, тот пожаловался. За него вносят залог. И вот спустя 50 лет этот человек рассказывает, человек, который давал ему залог, рассказывает свою историю. Вот историю вот того угонщика, угонщика самолета. Как это связано с названием песни. Дело в том, что настоящее имя и фамилия его были неизвестны. Его там назвали Дэн Купер. Но на самом деле его журналисты неудачно интерпретировали его инициалы. И он получился Джонни Би. Джонни Би. И Джонни Би точка Гуд. То есть молодежь родила песню, которую называла Джонни Би, а исполнил ее Чак Бернус. Это очень известная мелодия. Еще раз говорю, она вошла в фильм «Назад в будущее». Джонни Би Гуд. То есть Джонни Би молодец. Они его прозвали Джонни Би. И Джонни Би молодец. Но мы же в Днепропетровске не знали после университета английского языка. Хотя в дипломе стояла оценка какая-то. Джонни Би Гуд. То есть молодежь начала прославлять его. Они не просто начали прославлять, они хотели ему даже подражать. Потому что, я же еще раз говорю, идеальное преступление. Человек выпрыгнул с самолета с двумя стами тысячи долларов и исчез где-то на просторах Америки и больше не был найден, замечен. И нигде его не было. Поплавок был, он есть. Он и есть, да. Поплавок стоит, да. Мне тут пишут из Днепра, что поплавок стоит. Но тогда, в 85-м году, это был очень знаковый ресторан. Я почему вспомнил поплавок? Объясню. В 85-й год перестройка, и я как-то не связывал у себя в мозгу такие простые вещи, как переполненный ресторан. Казалось бы, экономика падает. Началась перестройка. В стране полно алкоголиков. Горбачев выступает, что так жить нельзя. Еще не разрешены кооперативы, еще не разрешены, нет никаких предприятий. Все государственное. Но в этом государственном был некий класс, который гужевал, условно говоря, гулял. И гулял бунтарски. Вот я как студент туда, уже выпускник пошел, я же не знал, кто вокруг в этом ресторане сидит. Мы были сами в себе. Нам надо было потанцевать, возможно, встретить девочку, поцеловаться. И, в общем-то, это было бы счастье для нас после выпускного вечера. Поэтому мы там танцевали под этого Джонни Бегут бесконечно. Я помню, что аж задыхались, так прыгали на этом танцполе. А тогда танцевали не так, я не знаю, как сейчас танцуют, но тогда танцевали скучно. Все сбивались в центр. Возле стоял огромный оркестр. Не огромный оркестр, человек пять музыкантов, которые принимали эти заказы. И все время звучал это Джонни Бегут, которого я переводил как Джонни Бегут или Беги к Джонни. А на самом деле Джонни Би Гут. То есть Джонни Би молодец. Молодежная сленг как бы передал вот эту тему. И вот этот человек, который спустя 50 лет попадает за легкую поножовщину домашню, рассказывает свою историю. Ему никто не верит. Потому что, так как песня была культовая, так как этот персонаж был культовый, его разыскивало все ФБР. Это было честь и ФБР. И они вынуждены были закрыть это дело в районе 86-го года. Его так и не нашли. Никаких концов не осталось от него вообще ничего. И вот этот человек рассказывает свою историю. Он запущенный, он живет, еще раз говорю, в трейлере, в этих американских трейлерах. Знаете, как человек на обочине жизни. Человек, которого жизнь выбросила. И вот он рассказывает ее. Он рассказывает, что он ограбил этот самолет и выпрыгнул с парашютом. Ему никто не верит. И ты вот, документалка почти художественная, можете увидеть ее, открыть. Она 22-го года только вышла. И он рассказывает эту историю свою. Ему не верят, но он дает очень много подробностей из дела. Дело в том, что они понимают, что он знает очень много. Он знает, кто сидел в самолете. Он там вспоминает адвоката, у которого парик съехал, который задавал ему вопросы. Но вы можете себе представить, что человеку 50 лет пришлось ждать этого признания. И он даже вот рассказывает, как выяснилось, рождение вот этой песни. Потому что у него там была девушка, потом вот из-за нее он, в общем-то, что его бросила девушка, он хотел ей доказать. Поэтому он пошел в этот самолет. Он его как бы ограбил даже спонтанно. Он был такой, знаете, природный преступник, как его называют. То есть он родился преступником, потому что он в такой семье родился. Он гиперактивный. Но тогда вся молодежь фактически превращалась в преступников, потому что она была депрессивна, денег не было, она была гиперактивна. Много наркотиков, много алкоголя. В общем-то, общество погружает в такое депрессивное состояние. Это, кстати, параллельно происходило и в 70-е годы в Советском Союзе. Родители пили, а дети под наркоту ложились. И это тоже был некий бунтарский дух, потому что не принималось общество. В Америке такие же вещи были. Они тогда не принимали общество. И, конечно же, он рассказывает эту историю, как он решил поехать развеяться в Лас-Вегас. И по дороге в баре, он заходит в бар, и он встречает там, девушка поет в баре. Здесь, в Америке, в барах очень много подрабатывают таких бродячих музыкантов. Они приходят в бар, и они туда ходят, и постоянно поют. Им рестораны платят. Американцы это очень любят. И вот обычный человек, а может быть даже будущая звезда, и вот он встречает эту девушку, она поет, она ему нравится. Он в баре знакомится с ней. Он с ней знакомится слово за словом. Он говорливый, она говорливая. И они идут в номер потом, у них случается секс. А его же, ну представьте себе, человека разыскивает все ФБР. Его подмывает рассказать свою историю кому-нибудь. И он рассказывает ей эту историю, что это он ограбил. Она как раз смотрела по телевизору, в очередной раз показывали этого преступника, который разыскивает все ФБР. А я должен сказать, что молодежь восхищается. Восхищается преступлением. Восхищается преступлениями. Это как сейчас бы в Киеве и вообще в Украине. Наверное, бы молодежь восхищалась тем, что ограбили, как можно драконистей, ограбили какого-нибудь прокурора, у которого накопились несметные сокровища дома. Или угнали машину у какого-нибудь ТЦКшника, который накосил денег. Или ограбили какого-то генерала, унесли деньги безнаказанно. Сейчас бы это очень поддерживалось. По большому счету, вот в такие периоды, неудовлетворенная жизнью молодежь, а я думаю, сейчас не очень удовлетворена жизнью в Украине молодежь, заняться нечем, из страны не выпускают. И по большому счету, они видят, как люди тоже в период, когда вся страна в горе, в Киеве гужуют в ресторанах. Гужуют в ресторанах, потому что у кого-то бабки прут. И явно эти бабки у коррупционеров. И по большому счету, если бы сейчас появился человек, который всех этих коррупционеров ограбит, просто-напросто отберет у них все деньги, население будет абсолютно довольным. Вот правильно пишут. 6 миллионов, вот представьте себе, в комнатах, в квартирах, в машинах, у прокуроров, у вот этих начальников пенсионных фондов, у руководителей вот этих ВЛК, у ТЦК. Здесь и наводить не надо. У всех, у судей, у них у всех несметные, огромные деньги в наличке. Часто они даже не успевают их перевезти в крипту, а часто боятся в крипту. Они хранят дома, они хранят их у родственников, они хранят их в машине. И я же говорю, что когда молодежь бунтует, она может пойти и просто грабить. Сейчас ведь достаточно отследить человека, который выходит из какого-нибудь организации и садится в Мерседес, ты понимаешь, что он живет непосредством. Это вот та самая Корейка, которую, в принципе, можно грабить. Ну, кто, кому не нравится шантажист? Никому не нравится шантажист. А Остап Бендер шантажист нравится, потому что Остап Бендер отбирал деньги у кореек. Вот эти корейки, которые обворовали государство, обворовали страну, обворовали людей и сидят, тихо живут в этом мире. Ну, а в американском случае вот тогда, наверное, тоже люди, молодые люди, не очень им нравилось положение свое в обществе. И когда вот появляется вот такой герой на всех экранах телевизионных, которого разыскивают и рассказывают, что найти не могут, а он похитил 200 тысяч долларов, ну, миллион, то, конечно же, молодежь начинает сказать, молодец. Вот, классно он сделал. Так вот, этот молодой человек, которого пресса обозвала Джонни Би, вот, Джи Би, Джонни Би, Гуд, Джонни, молодец. Вот, он рассказывает ей свою историю. Конечно, она с недоумением слушает ее, а потом она задумчиво говорит, ты больше не рассказывай, никому эту историю. она села, ну, так как она певица-музыкантша, она, как он описывает эту ситуацию, она села на край кровати в голом виде, вот, взяла гитару спиной к нему и начала наигрывать какую-то мелодию. Вот, она наигрывала мелодию Джонни Би Гуд, вот ту мелодию, которую потом Чак Бернс, то ли он ее подслушал, то ли она ему продала. Ну, неизвестно, что стало с этой девушкой, стала ли она знаменитой певицей, потому что, и эта же песня попадает в фильм, которую я не слышал в свое время, и не связывал эти времена назад в будущее, там, где Марти исполняет ее в школе для попав в свое прошлое. Вот, она ему говорит, не рассказывай никому эту историю, но мелодия у нее получилась, она как бы родилась вот как раз во время соития вот этого Джонни с ней. Вот, ну, они расстались, он уехал дальше в Лас-Вегас, а она по своим делам осталась там допивать свои песни. Вот, и, видать, она исполнила эту песню, как-то услышали, и она разнеслась по Америке, стала известна. Но песня стала известна в районе там конца 70-х, 85-й год, особенно благодаря этому фильму «Назад в будущее». Мы все в восторге от этого фильма. Я здесь недалеко от Орландо нахожусь, есть целый тематический парк, там стоит эта машина в парке, на которой он путешествовал в будущее. Вот, я когда сына туда давно, еще лет 10 назад привел, он был в восторге от этой машины, а я не понимал, что он так в восторге от этой машины. А вот в детей оно в наших заходило очень здорово. Им нравилось вот эти размышления, попадание в будущее, в прошлое. И вот просто для меня вчера получился вот это соединение прошлого, моего 1985 года, перестроечного, когда я еще был бедным, и в этом ресторане, в котором мы заказывали, а в ресторане я тогда мог пойти один раз в год, наверное, все. И мы тогда танцевали под этим Джонни Бегут, и я не связывал все эти вещи. Вчера они связали. И так вот этот человек, можно даже сказать, преступление и наказание в какой-то степени эта история, потому что он еще рассказал своему брату эту историю по ходу. И тот ему сказал, если ты не хочешь сидеть до конца жизни, забудь об этих деньгах. Дело в том, что когда он спрыгнул с самолета, он эти деньги в каком-то месте он как ложный след оставил, а закопал под там камнями на берегу, и вот, и он потом побоялся за ними ехать. Он боялся очень долгое время. Практически он их похоронил. Он их закопал, и все. Он примерно знал место, которое видел только ночью, и денег у него не было. Так всю жизнь у него не было денег, эти деньги лежали на берегу там озера, возле которого он выпрыгнул из самолета. То есть преступление фантастическое, фантастическое по своей дерзости, и абсолютно абсурдное, потому что само рождение этого ребенка, его воспитание, его бунтарский характер, постоянно он влазил в какие-то драки, что-то воровал, нюхал наркоту, бухал, и он совершает это преступление, от него девушка беременеет, и уходит от него, потому что он невменяемый. Вот именно этот человек похищает вот так дерзко 200 тысяч долларов, становится легендой, легендой для поколения, на его тему пишут песню, вот эти Джонни бегут, в фильме ее вставляют, и Джонни Би молодец, но его жизнь совершенно не молодец, его жизнь абсолютно развалена, потому что его жизнь, ну как мы можем измерить, в конце, в конце у него нет детей, он одинок, он живет в этом трейлере, к нему побухать заходит пивка, он еле ходит, ему уже там 80 лет, он абсолютно нищий, я не знаю, сколько у него там, и вот единственное, что его подмывает и заставляет это рассказать, потому что жизнь закончена, со времени вот этой вот истории прошло уже 50 лет, фактически сроки давности закончились, и он признается в этом, ему не верят, они не могут поверить, что ФБР искала вот этого человека, на протяжении 50 лет он не найден, они вообще считали, что это супершпион, но представляете, им восхищались, как Джеймс Бондом, вот это мужчина, он же почему рассказал этой девушке в баре, потому что она включила телевизор и начали рассказывать о нем по телевизору, ну там не было его портрета, был фоторобот, который был абсолютно на него не похож, правда единственный, кто его узнал по телевизору, это его отец, он же они как-то сидели ужинали, но когда он только прибежал и начался розыск, фоторобот разместили по экранам, вот, а отец сидит, они сидят с семьей, отец смотрит на экран и говорит слушай, так это наш, это наш вот этот Джонни, а мать говорит, какой Джонни, вот он сидит рядом, а он успел вернуться, он успел вернуться, уже сидит с родителями, уже закопал деньги, вот, так вот он когда девушке это увидел, что она смотрит о нем рассказ, а никто же не знает, он скрывается, и вот это его заставило рассказать о себе ей, но она никому не рассказала, брат никому не рассказал, отец, вся эта история была похоронена на 50 лет, но он удивительным образом всплывает, вот это преступление и наказание получается для него, какое было, абсолютное забдение, он всю жизнь в бегах, получается, он сам себя загнал в бегах, он не воспользовался деньгами, но стал легендой, стал легендой, о нем слагали песни, многих из нас сложат песни, многие ли из нас смогут возбудить интерес поколения бунтарского, вот те 70-е годы, бунтарское поколение, которые в какой-то степени многие из тех людей открыли компании бунтарские, тот же самый интернет появился, открыли, пошли в науку, ну, кто-то скурился, спился, снаркоманился, ну, это очень сложное поколение, вот, и у нас сейчас очень сложное поколение, вот, те, которые сейчас у власти, они ведь, многие родились в 70-е, многие появились в 80-е, это тоже некий бунт, против то время, если вспоминать, это, ну, представьте, не обидно, что я только один раз в год мог посетить ресторан, и то на свой выпускной заканчивал университет, но танцевал под этого Джонни Бигут, вот, удивительно, так вот он, сидя, бухая со своим каким-то другом, но обычно алкоголь, в конце концов, двух стариков довел до состояния возбуждения, вот, один на другого бросился с ножом, но этот оказался более сноровистым, и он другим ножом его ударил в бок, и тот мужик пошел в полицию, ну, вызвали скорую, его повезли в скорую, а раз ножевое ранение, значит, полиция, выкуп, суд, вот, но когда он начинает рассказывать ФБРовцам уже, они приехали, потом они поехали искать эти деньги еще, они как искатели, он им показывал, где он примерно их похоронил, эти деньги, деньги не нашли, ну, потому что берег двигался, отсыпался, там, грязь, но они говорят, они там, но они не смогли их найти, потому что он не смог указать точно место, потому что была ночь, вот, и так получается, что пока деньги не нашли, хотя перекопали весь, все побережье, еще, почему он их закопал и боялся к ним прикасаться, потому что объявили, и по телевизору, в том числе, что все деньги были мечены, ну, потому что он же потребовал выкуп, ему дали все деньги с определенным номером, вот, с номерами, и что, если бы он ими воспользовал, чтобы они вышли бы на него через деньги, и поэтому лучшее решение его было это забыть об этих деньгах, совершил это, ну, пожалуй, самое дерзкое преступление в Америке, ну, за последние, там, то есть, вот оно по дерзости, по безопасности, потому что во время этого преступления не было применено ни огнестрельное оружие, не было взрывчатка, как он говорит, у него была поддельная взрывчатка, и самое главное, не пострадал ни один человек, то есть, просто самолет какое-то время был в воздухе, и когда они вернулись, он был вежливый, он даже флиртовал в какой-то степени со стюардессой, вот, он был даже пьяный, потому что он просил ее принести ему этот, бурбон постоянно, он говорит, носите мне бурбон, я вам потом чаевые дам, ну, а когда он выпрыгивал, а потом уже сказали, что у него и прыжок-то был первый, вот это было удивительно, что до этого он не тренировался прыгать, то есть, он, у него смелости хватило выпрыгнуть с двух тысяч метров с Боинга, открыть самолет и выпрыгнуть с парашютом, он взял военный парашют простой, вот, без всякого планирования, ну, видите, как закончилось, но обратите внимание, что, да, 90-е годы разгул коррупции, 90-е, а 80-е годы, я почему вспомнил это дело и ресторан Поплавок, потому что ресторан Поплавок был одним из центральных ресторанов города Днепропетровска, он не был недорогим, дешев, тогда примерно рестораны столь одинаковые, но я к чему вспомнил, что рестораны забиты, рестораны были забиты, а я забыл, что это был 85-й год, а получается, что пока все население нищало, некая группа лиц, она весьма хорошо себя чувствовала, это цеховики, это люди власти, это менты, опять же, понимаете, все те же на манеже, что в 85-м году, что сейчас, это те люди, которых я потом наблюдал и никак не мог понять, откуда они берут деньги, но потом понял, что из торговли, потом понял, что у торговых работников зарплата 120 рублей, а у него и жигуленок есть, а у него и пыжиковая шапка есть, и одна из причин, почему я пошел потом открывать кооперативы, хотел пойти в торговлю, потому что там деньги зарабатывались, это единственное для меня понятное место, где можно было заработать деньги, вот, а почему я это вспоминаю, потому что я вспоминаю также падение, вот, когда началась заваруха в Киеве, и это уже неоднократно я это наблюдаю, получается, аж с 85-го года, только забыл, а вот помаранчевая революция, когда происходила в Киеве, были тоже переполнены все киевские рестораны и все рестораны вокруг Киева, там такие большие рестораны, которые, ну, загородные, так называемые, они были просто забиты, то есть, вот, сидят люди и жужжат что-то, что-то жужжат, 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 то есть, явно видно, что какой-то класс уже готов взорваться, взорваться, потому что, еще раз говорю, что они делают в таком количестве в ресторане, а притеча, получается, революционных событий или переворотов, это как раз жужжание в ресторане, то есть, появляется некий благополучный класс, который в какой-то степени даже останавливается в своем развитии, потому что, ну, он всем доволен, он сидит в ресторане, в отличие от других, которые не имеют никакого доступа, и там, конечно, танцуют, пьют, гуляют, и потом, вот этот класс, он и слетает первым, когда случилось помаранчевое революционное, я же еще раз говорю, люди сидели массово в ресторанах, на улицах, правда, появились студенты, бунтарский дух, и переодетые во все помаранчевое, они, в общем-то, не допустили прихода Януковича к власти, в какой-то степени заставили Кучму пойти на третий тур, и мы получили, правда, Ющенко, не очень удачный вариант, так вот, интересно, что перед свержением Януковича тоже все рестораны Киева были забиты, вот они, знаете, как лакмусовая бумажка вот этого бунтарства и остановки, наверное, развития в какой-то степени, потому что людям от нехер делать, они уже сидят в ресторанах, пьют и гудят о новых, наверное, легких заработках, потому что эти люди уже начинают легко зарабатывать, а для остальных людей разоренных, это кажется вообще невозможно, а как это так? И я это рассказываю, как связывать это с сегодняшним временем, вот, как мне говорят, бары и рестораны Киева забиты, забиты, по концертам ходят, туда приходит ТЦК, люди гудят, это значит, что скоро большие перемены, скоро зеленая шобла будет слетать, вот о чем это говорит, потому что в 85-й год появилась перестройка, в ресторане Бобби Бегут, бунтарский дух, и я надеюсь, что сейчас у молодежи будет достаточно бунтарского духа, чтобы делать те перемены, которые мы все ждем. Единственное, что надо, конечно, толчок сверху, подтолкнуть шобла к выборам, а возможно, снятию военного положения, чтобы люди могли уже, в конце концов, на улицах сказать свое фе этой зеленой власти, которая довела до этого состояния. Вот, в общем-то, такая может происходить история, потому что для меня, например, вчера произошла как бы встреча с прошлым, и вся эта картина вырисовалась в некий общий. А самое главное, я для себя узнал огромную новость, что с этой песней я был знаком, я выяснилось, а об этом сейчас даже еще мало знают людей, откуда родилась эта песня Джонни Би Гуд. Это гимн нового поколения в какой-то степени. Это такой драйв, когда молодежь поддерживает преступление. Но преступление она поддерживает не кровавое, а лихое, я бы так сказал. Потому что вот это преступление, которое совершил этот человек, оно было лихое. И в воображении людей это лихо закрученный сюжет. Многим хочется подражать. Не обязательно преступлению. Возможно выйти за рамки того, что ты делаешь сейчас. Возможно сорваться с места и побежать куда-то. По сути, вот этого человека, вот эта песня Джонни Би Гуд, она, не зная его, но отражает полностью его состояние. Он все время куда-то бежал. Он все время куда-то лез. Он все время хотел кого-то ограбить. Ну, он там по мелочи он грабил там заправки, грабил магазины. Он в этом признается сам спустя 50 лет уже в старом состоянии. Еще что интересно, что, как известно, такие преступления имеют срок давности все равно. Его посадили в тюрьму. Вот этого старика. Но его посадили не за то, а его как раз посадили за ножевое ранение другого старика. А поэтому сроки давности прошли. То есть он в старости, можно сказать, ну, мне кажется, что он таким образом даже разбогатеет. богатеет. Ну, потому что его история теперь стоит денег. Огромных денег. Потому что вот сами ФБРовцы говорят, говорили, что очень много подражателей было, очень много хотели занять его место. То есть приходили ФБР и признавались в этом преступлении. Правда, у них же не так, не хватает первого попавшегося освидетельствовать. А идет перекрестный допрос и говорит, у всех были нестыковки. Они то не знали, в каком самолете летели, то не знали, на каком месте сидели, то не знали еще что-то. И, короче, все кандидаты на вот этого дерзкого преступника отпадали. А вот он рассказывал очень подробно все с воспоминаниями и рассказывал так, как будто бы это было вчера. Очень много деталей, и они тогда поняли, что да, перед ними тот самый человек, который в 1971 году похитил Боинг, забрал 200 тысяч долларов, выпрыгнул с парашютом, как Джеймс Бонд, и исчез на 50 лет. И вот он появился. Конечно, людям не очень понравится путь такого человека, ну, он оказался живущим в трейлере, пьющим пиво и даже подрезавшим соседа. У него абсолютно отсутствовали деньги, больные ноги, он в запущенном абсолютно состоянии еле ходит. но даже такой человек может быть кого-то подтолкнуть к тому, что вот эта встреча с девушкой, вообще люди, которые во всей Америке смотрели, молодежь смотрела на эту дерзкую выходку в стиле Джеймса Бонда, они ее перетирали, журналы писали, то есть это была одна из самых известных историй 70-х годов, и в какой-то степени она повлияла и на то, что вселялось в Америку, бунтарство. Вот покорность это самая ужасная вещь в обществе. Когда появляются покорные люди, а покорные люди в основном появляются не в нижнем классе, ну некоторые скажут, что вот нижний забитый класс, а не там появляются покорные люди. Покорные люди появляются вот в окружении власти, там, где люди ради наживы готовы умертвить в себе бунтарский дух своего детства, вообще свою жизнь готовы умертвить ради той наживы, которую они получаются в данный период, и фактически они в конце концов отваливаются как нечто целостное и их сносят, потому что они уже ничего не несут обществу. Вот мы с вами ничего не должны уже ждать от депутатов Верховной Рады, ни от Геттмана, вы знаете, я в последнее время даже стараюсь не критиковать этот бред Геттманцева, они неинтересны эти депутаты, они никто. Вот вы должны понимать, что Зеленскому в зале аплодирует никто, ничтожество. В 85-м году точно так аплодировали генеральному секретарю. Хорошо, что у Горбачева оказался бунтарский дух в какой-то степени, не знаю, как он выжил, дойдя до ЦК КПСС и до генерального секретаря, но он же как менял страну, у него идеи появились, он начал их высказывать, а эти жлобьё, которые сидела коммунистическая партия, аплодировали, вы знаете, они аплодировали собственной смерти, собственному уничтожению, они же не знали, что через шесть лет Компартию вообще запретят, и это всё деятельность Горбачева, это что Советский Союз развалится, а как они аплодировали, боже ты мой, как они рьяно защищали коммунистические комсомольские идеалы, которые уже не работали, а там уже куксился где-то рядом назначенный на хорошую должность в каком-то техникуме Тегибко, а там уже где-то ходил Турчинов, приближался к должности третьего секретаря ЦК этого Днепропетровского комсомола, а там где-то Тимошенко, она по-моему в 84-м году выпустилась из того же университета, что и я, а она уже каталась на Волге с сыном секретаря райкома партии, они уже знаете как, они уже на сцене, они уже рядом, они уже смотрят на и тестей, и зятей, и на все это начальство как на динозавров, как на людей, которые не то, что не имеют права ничего делать, им надо запретить вообще что-либо возглавлять, потому что они абсолютно отупели. У меня еще одна интересная история была, когда заинтересовались одним помещением в центре Печерска, а это Академия сельхознаук, академия, там академики сидят, и вот мы пошли туда знакомиться с руководством, потому что тогда немножко как адвокаты работали, что вот наезд готовится, то да сё, пришли туда, и меня что поразило, это запах, это Министерство этого, как его, Академии наук, сельхоз, продукт, в центре этого, в самом центре двухэтажное шикарное старинное здание такого-то особняка, и там внутри сидят эти тараканы-академики. Мы зашли туда, пол скрипучий еще старый, мы заходим, там секретарша еще сидит, спечатная машинка, она состарилась вместе с этими стенами, она, конечно, нам предложила чай, чай в подстаканниках, как в этом, в вагоне, ну, вот эти вот, в передвижных вагонах, вкусный чай, все замечательно, но людей нет. Она потом пригласила зайти в кабинет к этому академику, руководитель вот этого здания, этой академии, сидит седой, ему, наверное, лет 70, он вообще уже не думает. Я ему говорю, вы понимаете, что на вас идет рейдерский на карты, вас скоро отсюда вынесут вперед ногами. Вот, а я понимаю, там что-то такое говорят, там, они уже даже не думают. Вот так они теряли. И директора заводов так все теряли. Я к чему говорю, что правильно направленная энергия лучше побунтовать против власти, чем те же наркотики, а итог будет гораздо лучше. Лучше поучаствовать в политических движениях, в каких-то бунтарских собраниях, даже собираться в группы, обсуждать даже интересные мероприятия. Даже с точки зрения этюда, как начать экспроприировать деньги экспроприаторов. Потому что на сегодняшний день, ну, я просто поражаюсь, какое количество, наверное, денег сейчас в Киеве гуляет в наличности. Какое количество жуликов от государства, включая депутатов, ментов, судей, жируют сейчас на теле людей. И люди, в принципе, молодежь может на это посмотреть творчески. Творчески пока делать нехрен, а почему бы не обсудить такие вещи. Поэтому вот Бобби бегут, послушайте замечательная мелодия. Так что назад в будущее были бунты, молодежь бунтовала и творила историю, потому что по большому счету и все компьютеры вылезли оттуда с 70-х годов и миллиардеры с тех же 70-х годов. Поэтому когда кто-то отчаивается в том плане, что у него там чего-то не получается сейчас, весь вопрос в том, ищете ли вы себя в новом. Потому что вот эти мелодии на то время, появление самой электрогитары еще раньше, на самом деле давало фору, фору музыкантам наперед. Они осваивали эти гитары, становились группами, те же самые Beatles, Rolling Stones. Они все оттуда с того времени. Но все это рождалось именно отрицание жизни своих родителей. Они не хотели жить так, как их родители. Они не хотели повторять их путь. Я думаю, сейчас даже дети олигархов не хотят быть уже олигархами. Внуки этих олигархов. Не, деньгами их пользоваться они хотят, они хотят получить наследство, но они хотят жить в законном мире и жить, а не умирать на работе. Не прожить жизнь так, когда ты всю жизнь был легендой, а в конце жизни оказался в тюрьме. Вот печальная участь того же самого Коломойского. В какой-то степени он ведь туда отправился из-за того, что остановился, из-за того, что начал играть в старую игру в подделку президента. Он начал, продолжил не обращать внимания на новые виды деятельности в том числе. Мы как бы застываем во времени. Мы не обращаем внимания, что рядом с нами происходят изменения. Это скорее может хватать как раз вот эта бунтарская молодежь. Вот поэтому такие люди, они интересны и их истории. 50 лет розыска. Потрясающе. Поэтому посмотрите этот документальный фильм про этого человека, который выпрыгнул из самолета. Подумайте о том, в какое время это все было. А самое интересное, обратите внимание на то, чего он не сделал в своей жизни. И что направил он свои стопы не в то место и прожил всю жизнь страхи. Вот настоящее преступление и наказание. Но то, что он вдохновил огромное количество людей, возможно, подражание себе. Потому что выход за рамки, выпрыгнуть с самолета, забрать деньги, при этом он не убийца, не... Человек, который очень аккуратно это все делал, чтобы никого не убить. В этом плане не животное. Скорее, сейчас у нас животные живут, которые не могут угомониться и живут. Так что зарабатываем свободу. не удастся. Да, не удастся. Продолжение следует...